Добрый день, уважаемые коллеги! Хочу поделиться своим опытом оптимизации работы в Moodle по проверке студенческих работ. Итак, элемент Moodle – задание. Один из любимых инструментов преподавателей. В каждом курсе мы встречаем не по одному заданию. И почему часто используем? Потому что интуитивно очень понятен преподавателю. Есть возможность дать студенту инструкцию, увидеть присланные работы и зайти в работу, прочитать, посмотреть и выставить бал. Однако, мы при настройке задания, как правило, используем по умолчанию настройку. Вот здесь вот в опции «Оценка» метод оценивания, простое и непосредственное оценивание. Что мы имеем при такой настройке? Она дается нам по умолчанию. А имеем и вот что. Мы имеем работы студента, который еще вот здесь в данном случае нужно открыть. Имеем окошко для выставления балла и имеем окошко для комментариев. Если мы комментарий не пишем, студенту уходит просто оценка и возникает недоумение, почему та или иная оценка неудовлетворенность. Если начинаем писать комментарии, то это просто вал работы преподавателю. Как же быть? Как же делаю оценивание я? Когда я открываю элемент задания, назовем его «Тестовая», я иду в «Настройки» также. И в опции «Оценка» выбираю метод оценивания, не тот, который предлагает система. Я выбираю метод «Рубрика». Нажимаю «Сохранить и показать». И у меня возникает форма «Возможность задать новую форму оценивания с нуля». Эта опция помогает построить матрицу оценивания на основе требований или критерий к работе, или их еще называют «Рубрики». Вот сюда мы вписываем критерии или требования к работе. Например, у нас реферат, и нам нужна актуальность источников. А далее я расписываю недопустимый уровень, максимально возможный и какой-то промежуточный, наделяя их определенным количеством пунктов, которые потом сложатся в оценку. Например, максимально все источники не старше 2017 года. Недопустимо я пишу все источники старше 2010 года, ну и промежуточная половина старше 2017, ну и так далее. И потом я могу добавлять другие требования к работе. Как правило, 5-6 требований к работе дают достаточно полновесную матрицу оценивания, с которой потом достаточно легко работать. Давайте посмотрим. Итак, давайте зайдем в одно из реальных моих заданий и посмотрим, что же мы видим при настройке оценивания рубрика. Допустим, зайдем в работу. Обратите внимание, что, и это тоже мой совет для вас, при работе с инструментом задания я всегда прошу своих студентов или слушателей программ присылать работы в формате PDF. Если это PDF, работа видна сразу, не надо тратить время на ее загрузку. А теперь, что же мы видим с вами справа? А справа мы видим те самые рубрики или критерии оценивания, которые я задала к работе. Вот к моей работе получилось 5. Обычно я говорю 5 или 6 критериев, и теперь мне не составляет труда быстро пробежаться по критериям и отметить поля зеленым, которые, на мой взгляд, которым соответствует работа. Если чего-то мне не хватает, всегда есть возможность дописать какой-то. Ну а теперь посмотрим, что же видит студент. Во-первых, студент уже при выполнении работы видит эту нашу с вами матрицу. А потом, по окончании проверки, видит ее же, но только с залитыми полями нашей с вами оценки и с какими-то дополнительными комментариями. У него возникает ощущение полного комментария. Это вполне информативно, полезно и быстро для нас. Пользуйтесь! Продолжение следует...